всем привет как ваши дела сегодня случился теракт оказывал в александрии еще в каком-то городе наверно воскресенье погибло 40 человек 140 было то ли ранено то ли в общем то пострадали и знаете самое интересное то что я проснулся и мне эту эту новость сказали ну вообще из казахстана отправили и здесь вообще никак не чувствуется они им никто ничего об этом не говорит то есть у нас если начинается сразу паника дамы с друг другу начинаем там это рассказывать пересказ здесь вообще тишина то есть никто ничего друг другу не говорит не то прыгнул все молчат никто не ищет а там пострадал из своих или как-то вот но иностранцы которые вот такие же как ну там итальянцы допустим у него я не знаю постановочно не постановочно на 140 человек актеров это но это непонятно вот поэтому мировое правительство тоже про это слышал но вопросе не в правительстве вопрос у львы для страдают люди отношения другое то есть если у нас где-то на посредством пространство что-то происходит сразу видишь там соболезную сочувствие там где-то этот здесь просто все живут как жили все спокойно тихо как будто ничего не случилось я не знаю хорошо это или плохо но в общем здесь как-то происходит все по-другому как-то иначе все просто отдыхают до туристов конечно это откуда знаешь что страдает зомбоящих я помню мне кажется вы что-то сами там пересмотрели я не смотрю телевизор уже лет десять наверно поэтому мое отношение просто мое отношение происходящему тут я просто наблюдаю да и я смотрю за тем что происходит мне не если бы я не вдаюсь в политику я смотрю как и реакции людей то есть насколько мы на это все чутко реагируем и насколько здесь всем всем как-то ровно поэтому есть нас разница есть разница в менталитете и я вам скажу то что ментальность допустим те же итальянцев не больше нравится чем наша да они более открытий что ли какие-то добрые недобрые него что-то кричат что-то там веселятся каждый день недоброе утро и в общем прикольное наблюдение сегодня зашли в зону здесь есть зона которая в отеле для людей которые здесь живут и в основном это итальянцы до покупают себе недвижимость прямо на территории отеля и поэтому и интересно ну прикольно жить в отеле и наверное это один из таких тоже вложение интересных купить на территории отеля себе дом или не за комнат это назвать вот очень интересно аплодит этого кто там чего делает и в этом разбирался и мне было интересно кто когда там что там какие теракты или чуть-чуть то что этот вы никогда никогда не поймешь что там на самом деле происходит и это по поводу мирового правительства тоже может быть желудка и людей которые что-то понимают стало их больше и приходится умным людям тоже чего-то объяснять вот поэтому не знаю насколько правда не правда можно запутаться и лучше свою жизнь жить да то есть вот и поэтому знаете вы вот со своей желчью что-то сделайте потому что это невозможно ну что вы сейчас будете обвинять всех кроме себя и своих неудачах и в жизни да то есть пока вы будете думать что правительство мировое виноват а то наш это свое правительство виноват но кто виноват что важно свою жизнь выстраивать и это наверное важнее чем другие вещи поэтому желчи что-то надо делать поэтому пишите письма прощения будет попроще чуть просто меня удивляет то насколько они здесь прошаренные как они их отношения какое-то другое к этому всему проще здесь но вот население не знаю вот не с многие говорили что здесь не считая еще что-то но за территорию отель это на самом деле правда и есть и каир он более такой прям город 25 миллионов человек населения прям большой город очень красивый вот поэтому очень такой энергетика такая понравилась грязноватый чуть город он там как бы ну грязный чуть а так вот этот интересный город то что в провинциях творится здесь ну как бы образование очень дорогое так понимаю для не сами по себе учиться не хотят но здесь они могут не уметь писать и читать но они языке не очень быстро это учат и не знаю почему то полка ира по моему на русском языке разговаривают уже это было для меня откровением странно то есть ты где-то подходишь ты говоришь на русском тебе все понимают очень прикольно неожиданно было вот насчет вот этих ваших же домосонов или там как бы там их называете вы попадете в депрессию в тупик если вы дальше начнете эту тему пихать вы дойдете до абсурда до рептилоидов каких-нибудь в общем долезете туда куда наверное сами себе потом сумасшедшим покажетесь почему говорю потому что я этот этап сам проходил и поэтому в общем просто рекомендую как-то пересмотреть свою жизнь свою жизненную позицию и перестать перекладывать ответственность за свои неудачи или какую-то за свою жизнь на какие-то же домосонов в общем выстраивайте свою свою жизнь свою страну возьмите ответственность за свою жизнь на себя и будет чуть будет легче жить сначала будет ужас где ты оказался а потом будет намного легче проще после того когда ты изменишь свою жизнь поэтому никто сегодня те же технологии позволяют зарабатывать позволяют как бы жить если ты не будешь париться но смотреть на какие-то вещи в какой-то мере нужно проще наверно относиться к вещам и будет будет жить легче лучше и качественнее поэтому вот этот вот путь с жидомасонами это по моему утопия знаете это ну так гонила на самом деле если нравится вам как живут жидомасоны станете жидомасоном тогда да то есть не надо никого ни в чем обвинять и в общем строите свою жизнь нет ни у кого власти над тобой кроме тебя самого если можешь сам внутри это все изменить и как-то на это все повлиять поэтому смысла нету нам жидомасонов перевод сваливать это куда-то на кого-то чем проходил я это уже сам этапе с этого с этой вводим с этой депрессии очень сам долго очень выходил на полтора года не мог ничего делать то что мне казалось что все тщетно причем это не делала но в общем как бы бесполезно да и заведомо обречено на провал это оказалось неправдой то есть когда-то с этой ловушки выходишь когда жизнь начинает меняться потихоньку появляются какие-то результаты ты начинаешь что-то делать а в основном мозг ищет те ситуации чтобы ничего не делать и перевалить ответственность на кого-то и так наверное удобней но результата от этого нет и если у тебя в зависимости от того какого-то еще возраста да то есть у меня это началось мне это закончилось 33 года то есть в 33 года я был в жуткой депрессии и от этих же домасонов от этих там рептилоидов от еще как-то они там еще какие-то чуваки там назывались да в этом можно уходить и толку от этого не будет то есть никакого конструктивного и никакого результативного никакого результата от этого не получаешь поэтому уходите из этого не стоит в этом копаться и а стоит создать свою семью стоит родить детей стоит там купить там какую-то недвижимость путешествовать наверное да где-то то устроить детей потом то есть вот в этом весь смысл они в масонах какие-то просто знаете опять же повторюсь да про финансовый айкью то что это то что меня прям очень сильно удивило то что люди которые приходят на тренинг деньги допустим на мастер-классе на который был вот у темченко то это люди которые ищут выходы да это люди которые ну по сегодняшним меркам зарабатывают и и живут более-менее хорошо потому что тренинг стоит денег и мы когда пришли и стали считать финансовый айкью и в зале из 300 человек финансовый айкью среднем среднем был то есть средней температуры по больнице было 47 айкью из 20 из 240 то есть у нас финансовая грамотность равна нулю и получается все живут в рабстве вот этих вот денег и мы зависим от финансов так что в общем и это не из-за того что страна какая-то это не за того что там масоны это не за того что там правительство какое-то не такой это за то что просто мы безграмотные это невежество на самом деле мы финансовым относимся так как будто они у нас вот ну как бы неисчерпаемы что ли мы не мы себя не перестраховываем не инвестируем мы не зарабатываем толком То есть если зарабатываем, мы тратим все. Вот у нас ментальность какая-то в этом плане, у нас нет финансовой культуры. И это финансовая культура и финансовая грамота. То есть важно прививать детям и начать важно с себя. И когда ты выйдешь из этих, как Киосаки говорит, крысиных бегов, тогда жизнь начинает меняться. И вот этот этап зарабатывания денег, выхода из этих финансовых пропастей, и это этап развития личностного роста. То есть без личностного роста ты не сможешь зарабатывать денег. Очень важно прорабатывать личные свои какие-то блоки, которые связаны именно с деньгами. Но помимо денег меняется все остальное. Отношения с друзьями, отношения в семье, отношения с детьми, отношения людей к тебе, отношения твоё к людям. То есть меняется и прорабатывается очень много от того, что ты начинаешь просто себе позволять больше. Когда ты научишься позволять себе больше денег, больше счастья, больше путешествий, качество жизни. Вот когда ты поднимешь стандарты своей жизни выше, тогда это уже происходит такой серьёзный личностный рост, толчок. И это глубокие внутренние проработки. Поэтому бросьте своих масонов, жидов и тому подобное. Это не приводит к конструктивным решениям, это вводит больше, это больше наносит вреда. Это какое-то деструктивное, это знаете, это диверсия внутренняя ваша. Поэтому отбросите вашу диверсию и работайте над собой. Прекратите обвинять всех вокруг. Всем пока-пока. Сегодня, если будет время, я чуть-чуть позже. Вот для сейчас у меня там встреча. Хорошо? До свидания. Всех люблю. Давайте пока-пока.